Далее, очень важно, что сами документы Нового Завета были написаны еще при жизни очевидцев. Понимаете, Павел еще в той же 15 главе первого конкурса ссылается на то, что многие из них, некоторые уже почили, а некие досили живы, пойдите расспросите. То есть это все люди, которые были свидетелем этого. Говоря о гриме, Павел говорит, не в углу это все делалось, ты сам это прекрасно знаешь. Ну вот тут картина, изображающая технику английского, юноша в одеяло завернутый, один из них. Значит, Матфей и Иоанн являются непосредственными очевидцами событий. Иоанн Марк, он является, скорее всего, очевидцем некоторых событий, как минимум, ареста Иисуса, он на это намекает. Вот, но по свидетельству церкви, все Евангелие от Иоанна, все Евангелие от Марка, это свидетельство Петра. Иоанн Марк стал секретарем Петра. Лука. Лука сам говорит, что сам не является свидетелем никаких из этих событий, но при этом он говорит, что это исследование. Он исследует, он опрашивает людей, он намекает нам, от кого он что узнал. И когда три года сидит Павел под домашним арестом во дворце Ирода, Лука имеет возможность ходить по всей Галилее, Иудеи, Десятиградию, и там опрашивают людей. И в своих работах он намекает нам, кого именно он опрашивал. На достоверность Евангелия указывает, кроме того, то, что первые христиане, это были обращенные из иудеев. И у иудеев традиция хранить тексты очень четко. И первые христиане очень четко хранили предания о жизни и учении Христа. Далее Евангелие объединяет свидетельство очевидцев и наиболее глубоко нам раскрывают общеизвестные факты христи. Дальше, как мы видим, судя по всему, в своих писаниях, книгах и письмах авторы Евангелия были честны и искренни. Они не выдергивали, вот это будем писать, это не будем писать. Они все писали как есть, даже если это не в их пользу. Иисус, по сути дела, представлен одинаково во всех четырех Евангелиях. И также у нас есть свидетельство ранней церкви. Климент Римский, Игнатий, Поликарп приводят цитаты. Они ссылаются на 12 из 13 посланий, традиционно приписанных к Павлу. Не упоминается лишь послание к Филимону. Но оно на тот момент еще не было вообще известно. Все-таки считалось, что оно это частное послание. 12 остальных уже в это время, еще канон не сформировался, но уже в это время 12 посланий Павла читаются. Цитаты, ссылки на остальные 12 посланий встречаются почти 90 раз. Ну и, как это не удивительно, самым цитируемым посланием этого времени является первое послание Коринфянам. Послание, в котором частное, это даже не послание, это письмо. То есть это не обращение ко всем сразу, а конкретной группе людей. И не о том, как должно быть, а как не надо делать. Но именно на него ссылаются чаще всего, как тогда, так и сегодня. Очень часто мы свое благословие строим на описании того, как не надо делать. Итак, давайте подводить итог. Общеизвестные исторические факты об воскресении. То есть то, что нам известно из истории. Нам известно, что Иисус умер мучительной смертью, будучи распят на Христе. Он был похоронен. В результате его смерти ученики потеряли надежду и пришли в отчаяние. Не фарисеи, которые сказали, давайте на сексу еще печать. А те самые ученики, которые должны были прилить, что мы тебя не везли, значит, тебя. Все бросят, не я ли, Господи, и прочее, прочее. Они потеряли надежду. Несколько дней спустя гробница оказалась пустой. Ученики в самом деле пережили то, что они считали настоящим истинным явлением воскресения Иисуса. То есть история не дает нам возможности утверждать, видели ли Иисуса, является ли историческим фактом то, что и ученики его видели. Но история утверждает, что для самих учеников это было реально. То есть они действительно пережили нечто, что они считают истинным явлением воскресшего Иисуса. И именно это превратило их из перепуганных последователей, которые боятся даже признаться. Помните, Петр, то он готов против всей имской армии с мечом эти уши рубить, то он боится признаться девочке у костра, что он знает, кто такой Иисус. Из этих вот запуганных последователей, которые все не хотят признавать его учениками, превращаются они в смелых проповедников, они провозглашают его смерть и воскресенье, и при этом они готовы за это умереть. Далее центральное место в раннехристианских проповедях занимает не пустая гробница, а воскресенье Христово. И распространяется это не где-нибудь, а в первую очередь в Иерусалиме, где все это происходило, где все знают, что же было на самом деле. То есть если бы это было ложное утверждение, то их очень быстро бы и с радостью обвинили бы в лжесвидетельстве. Вот, что когда Петра и Иоанна приводят в Синетрион, что они ему говорят? Мы запрещаем вам учить об имени Семы. То есть мы не... не вы лжесвидетели. То есть они... фактически Синетрион признает, что все, что они говорят, это правда. Мы вам запрещаем говорить об имени Семы. Это даже Петр говорит, подождите, так кто из нас поставлен следить за соблюдением закона? То есть вы запрещаете нам говорить то, что мы видели на самом деле? То есть вы... то есть Синетрион заставляет Петра и Иоанна уже свидетельствовать. И вот, так кто же здесь, извините, как потом Петр сказал, извините, я не знал, что он начальствующий в народе. Потому что ведет он себе совершенно не так, как подобает. Вот. Далее утвердилась и росла христианская церковь. В воскресенье, первый день недели, становится основным днем для богослужения. То есть правоверные иудеи меняют день, который они собираются. В Иерусалиме они еще продолжают в субботу собираться в храме, а в первый день недели собираться по домам. После разрушения храма уже в субботу никто не собирается. Остается вот эта традиция собираться по домам в первый день недели, в день, когда было возвещено воскресенье Христова. Мы считаем, в первый день недели собирались для проломления хлеба. В первой неделе отлагайте свои приношения, чтобы потом не нужно было устраивать сборов, когда приду. Далее очень интересный момент. Иоанн пишет, что как относились? Считали, что у него не все в порядке с головой. Братья родные Иисус. Ну или сводные, там, какую теорию мы преследуем. Но они явно считали, что у него не все в порядке. И когда Иисус пришел домой в Галилею, они сказали, слушай, ты хочешь быть знаменитым, что ты здесь сидишь, иди туда. Они знали, что его там хотят убить, они говорят, давай, давай, пойди, кто хочет быть знаменитым, а при этом прячется где-то. Вот, Иисус сказал им, что время мое еще не настало, пока вы идите сами. Они пошли, а потом он тоже пришел на праздник. Но тайно... Какой был праздник? Праздник Кущи. Вот. Великий праздник. И вот праздник Кущи, великий праздник, значит, празднуется 7 дней, последний день, великий день. А потом, по закону Моисеева, еще очень интересно. По окончании великого дня есть еще после праздника еще один великий день. Еще более великий. К празднику Кущи непосредственно отношения не имеющие. И именно в этот день в храме, если до этого, значит, на протяжении всего этого времени на жертвенник выливалось вино и совершались молитвы за плодородие, за урожай, то в этот великий день совершались особенные молитвы. Совершались молитвы за живую воду. Живая вода – это вода не стоячая, это вода текущая. Это вода, которую может дать только Бог. Это вода родниковая, это вода дождевая. Помните, что два греха совершил народ мой. Сделали себе водоемы треснутые, которые воду удержать не могут, а меня – источник воды живой отверстия. Если не будет воды живой, то не будет воды и мертвой в водоемах. То есть по-еврейски живая вода и мертвая вода – это, значит, проточная и стоячая. У греков это называлось холодная вода и теплая вода. Вот. И в труде второго века Дедахи, учение 12 апостолов, говорится о крещении. Что, если холодной воды нет, тогда можно крестить в теплую. Вот. И чего можно сделать? Вы знаете, что надо ледяную воду. Ну, видите, крестить. Но на самом деле, у меня есть в виду, что если проточная нет, значит, надо иметь в теплую. Вот. И вот посреди, именно в этот день, в последний великий день после великого дня праздника, Иисус встал посреди храма и сказал, «Всякий, жаждущий ко мне, приди и пей». Кто будет веровать в Меня, у того ищи ревы потекут, и реки воды живой. То есть, понимаете, зная контекст, что же был за праздник, и о чем в это... То есть в это время на жертвы их возливалась вода из села, из того источника. И молились, чтобы Бог послал живую воду. И тут выходит, значит, галилейский плотник и говорит, «Хотите живой воды, давайте сюда». Кто верует в Меня, уже ему больше молиться о живой воде будет не надо. Он будет ее иметь. У него у самого ищи рева потекут и реки воды живой. И потому-то, говорится, многие уверовали в него. Слышите, не столько принципиально, что именно он сказал, сколько тут контекстов. Тут же его словам придает совершенно другой смысл. Также, и вот теперь этот самый скептически настроенный Иаков становится лидером, старшим пресс-фитером Иерусалимской общины. Что так изменило его мировоззрение? Что так могло повлиять на него? И то же самое, Саввел и Старса, который гнал христиан, вдруг становится самым усердным проповедником христианства. Такое изменение могло бы быть, только если они чего-то не знали, или не принимали, или не верили, а теперь поняли, что это правда. Встретив воскресшего Иисуса, они убедились, что это действительно истина. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Зримый характер явления Иисуса. Значит, ученики были первыми очевидцами воскресшего Иисуса. Вот, если вы помните, в Деяниях 1.22 Петр приводит квалификационные требования апостола. Он должен был видеть, что он должен был видеть? Сколько раз? Ну, 1.22, откройте, что мы гадаем там. Если вы раньше, вы что, не читали? Разве вы не читали? Разве не было говорено вам от начала? Каковы квалификационные требования апостола? Воскресенье, да. И еще чего? Вы вместе с нами. От крещения Иоаннова тоже. О, то есть не просто не тот, кто Воскресенье видел. 500 человек видел. Но было с нами от крещения Иоаннова до Вознесения. Петр проповедует. Он проповедует, значит, от крещения Иоаннова, Иоаннова Зависим, до Воскресения. А с чего начинается Иван Глиотт Марка, товарищ Марк? С чего начинается Иван Глиотт Марка с чего? С чего начинается? Марк говорил, покайтесь и выкрепились в Ассоциации. От крещения Иоаннова до... То есть мы видим, что Петра, вот это вот... То есть Петр, он себе, если что, запомнил, то он уже так и действует. Вот, от крещения до воскресения. Вот, и, значит, встает вопрос. Можем ли мы объяснить, действительно ли ученики видят воскресшего Иисуса? Может, это были галлюцинации? Вы знаете, значит, возник... Целый ряд теорий критических возникал. Одна из них – это теория галлюцинации, что это была массовая галлюцинация, и все видели Иисуса, а на самом деле его не видели. Другая теория была, что пошли никто и гробницы. Но эта теория, в общем-то, себя не оправдывает, потому что если они пошли никто и безобровидствуют, то все, что нужно было сделать первосвященникам, и мы будем искать, ребята, вот гробница ваша. Как Петр говорит, ребята, пойдите, посмотрите гробницу Давида, убедитесь. Вот. Далее, идея, что действительно ученики похитили тело. Но, насколько можно скрывать, было бы это дело. То есть, рано или поздно все это выпало. Помните, мы говорим, что истина существует объективная, и рано или поздно она выясняется. Ну вот, идея галлюцинации держалась дольше всего, но галлюцинация – это переживание личного характера. Иисус является одновременно группой людей, причем разным группой людей и в разное время. То есть, массовый гипноз тоже не подходит. Можно там собрать, там Кашпировский собрал, значит, 500 человек, и через гипноз им это дело внушил. Но тогда, опять же, и то не всем, потому что не всем поддаются. А как быть с двумя, которые шли в Маус? А как быть с Петром, который один там прятался, неизвестно где, после того, как он предал Иисуса тоже? Вот, как быть потом с десятью учениками? То есть, он в разное время разным людям является, и Кашпировского там нет. Далее, человек видит галлюцинации, когда он находится в возбужденном состоянии, в состоянии ожидания, в состоянии надежды. Ученики были в возбужденном состоянии или в подавленном? То есть, они были в депрессии. Вот, они уже ничего, они уже все, ничего не ждали, они попрятались, и таким образом галлюцинации испытывать не могли. Опять же, значит, если это галлюцинации разных людей, то почему все галлюцинации одинаковым образом? То есть, должны быть какие-то различия, да. Вот. Далее, брат Иисуса, Иаков и Павел были категорически против настроения Иисуса. И тут они становятся столь яростными с последователями, что оба, в конце концов, погибают за свою веру. И таким образом, на самом деле, в свое время, вот эти вот натуралистические, либеральные теории, обман, миф, галлюцинации, была еще теория обморока, что там Иисус на жаре, значит, потерял сознание, его в прохладную гробницу отнесли на него, 100, значит, килограмм вот этих всех благовоний наложили, и он пришел в себя после того, как он был истерзанный и прочее, скинул эти 100 килограмм, отвалил камень и ушел. Вот. Ну, а тут стоит вопрос, что если бы это так было, во-первых, что бы было начальнику-то караула, который кайс совершал? Да и ему было то же самое, если он не доделал свое дело, ему то, что приговорен ему. Потому-то, когда ему сообщают, во-первых, Пилат, сказано, Пилат удивился, что так быстро умер. Так же же? То есть, смерть Иисуса наступила слишком быстро для распинаемого на кресте. И мы можем поставить диагноз по описаниям, что он умер не от удушия, как обычно умер на кресте, не от потери крови, а от сердечной недостаточности. И стекла, кровь и вода. Вот сердечная репетка собралась, то есть он не пережил вот этих всех мучений, и физических, и духовных, которые были ему даны. Вот, но никому бы в голову не пришлось сказать, ага, ну раз он уже там в обморок упал, значит уже мертвый, давайте хоронить. Нужно было убедиться в этом, потому-то... Копьем пробивают ему, значит, контрольный выстрел. Вот, то есть, и уж тем более человек настолько измучен, настолько истерзанный, взять там, скинуть 100 килограмм, в темноте полной очнуться, найти, держать этот камень, его отвалить, там, сколько женщин шло, думало, что они, кто же нам поможет отвалить. Ну вот. Ну вот, я сейчас говорю, что там, сколько-то там весу было в этом камне, там. Да. Так что, как говорили, где-то швейки, где-то. Ну, в любом случае, пять женщин сомневалась, смогут ли, справиться ли они, вот. А то, что один истерзанный человек не может, они не сомневаются. А еще под камнем специально подрывалось так, чтобы он стоять на высоте, а когда закрывает, он, то есть, как бы, в ямку падает, то есть, наверх, на ямку. Это очень трудно вытащить это закрытие. Скорее всего, было так. Скорее всего, было так, хотя, может быть, и нет. Мы даже не знаем, был камень круглый или прямовольный. Дело в том, что гробницы устраивали двумя путями, двумя способами. Вот один способ, это вот круглый камень, который закатывается, если это фамильная гробница, который, значит, другой тип, это гробница, которая вот плашмя, камнем прямоугольным закрывается. Скорее всего, такой тип имела гробница, которую Лазарь говорит. Понимаете, говорит, отвалите камень. Не откатите, отвалите камень. Вот. Но это уже вне библейской, это уже археологические данные, но они вне библейские, они дополняют наше представление, как это могло бы быть, но могло бы быть и не так. Могло бы быть там какая-то уникальная гробница. Вот. Тем более, там очень интересный момент. Откуда у Иосифа Аримафейского гробница в Иерусалиме? У него же вся родня в Аримафее похоронена. Убил. А зачем? Ну, не, ну, так что, поскольку он богатый человек, он решил поскупать гробницы по всему, по всей круге. Может, в Иерусалиме что-то там прийти, а может, на жаре. Я знаю, что он приехал, а обычно надо покупать. А Авраама хоронят где? Иаков хоронят где? В народе, да. Вот где похоронили Саару, там же корольят всех остальных. Одну Рахиль похоронили в другом месте, потому что умерла она по пути. Да? А все остальные были похоронены в одном месте. Вот, в пещере Махпила. Вот, то есть, хоронили в родовом склепе. То есть, это очень интересный момент. То есть, где под суббот, перед субботой он успевает купить саваны, благовония, успевает купить Никодим. То есть, есть такая очень интересная, опять же, версия, что Иосиф Мари Павчевский видел, к чему дело идет. Он знал пророчество, и будучи членом Синедрева, он даже не пошел на Синедреву, где решала судьба Иисуса. Пошел готовиться к погребению. Опять же, это версия, но версия интересная. Он специально покупает новую гробницу, потому что он знает пророчество, что он, значит, распят с разбойниками, но похоронен у богатого. Вот, и по сути дела Иосиф Римофейский своими руками исполняет это пророчество. Ученики были, то есть, он видит, что на нем ответственно это пророчество, и должно исполниться в нем, но он лежит ответственность за то, чтобы это произошло. Вот, интересная, опять же, версия, но, опять же, история – это индуктивный процесс, наверняка знать мы не можем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова